Здравствуйте! Вас приветствует студия Компас Евгения Смагина и программа «Ура! Каникулы!» Сегодня в выпуске сделаем зарядку на свежем воздухе. Познакомимся с ребятами, которые этим летом предпочли развлечениям, работу. Узнаем итоги фестиваля «Большие приключения», а также поговорим о том, какие мероприятия для детей и подростков запланированы в июле и августе в Доме культуры «Олимп» и в молодежном центре «Факел». Вы, наверное, знаете, с чего нужно начинать каждое утро. Правильный ответ в зарядке и желательно, чтобы она была интересной. Такой, например, как в центре «Современник». Это дети двора, и они не просто увлеченно танцуют возле «Современника», а делают зарядку «Бодрячок». Одни показывают движение танца, другие пробуют повторить. И посвящено это мероприятие году здорового сердца на Ямале. Зарядка была необычная. То есть мы стараемся отходить уже от два притопа, два прихлопа, и делать то, что ребятам на сегодняшний день действительно интересно. А интересно им всегда танцевать. Мне зарядка нормальная. Мне не так уж тяжело было учить эту зарядку. Понравилось, что мы все учили. Ну и понравилось, что там было трудно немножко, но хотя было весело. О том, что каждому отряду нужно подготовить танцевальные номера, ребята и вожаты узнали накануне на общем сборе. Мы целый час нашего времени готовили номера, повторяли вожатские танцы с детьми, чтобы сегодня все прошло вот так вот весело, энергично. Первое, что предстояло сделать, выбрать мелодию. И это только на первый взгляд простое задание. Песня, как минимум, должна быть зажигательной и популярной. Зарядкой все отряды справились. И пусть не у каждого получалось повторить идеальное движение, мальчишки и девчонки все очень старались. Всегда говорят, что хвалить своих людей нельзя, поэтому я поставлю им оценку хорошо, для того, чтобы у них был стимул, к чему стремиться. Кстати, не только зарядка примечательна эти июльские сутки. Сегодня у ребят прошел день самоуправления. Дети на полдня стали вожатыми, и многие из них даже не ожидали, насколько это тяжелый труд. Это такой воспитательный, наказательный метод, так как вчера у нас ребята вели себя немного хуже, поэтому мы решили попробовать дать им такое испытание и доказать того, что действительно вожатым быть очень трудно. Ты сегодня был вожатым. Что-то было трудное или все легко давало? Все легко мне было. Мне даже очень понравилось. А тебя слушались? Не все. Во всех отрядах дублеры показали себя неплохо. Побывав однажды в роли вожатого, они явно будут ценить их работы больше и во всем слушаться. Недавно активная молодежь Губкинского приняла участие в фестивале «Большие приключения», который прошел в ноябрьске. Своими впечатлениями от конкурса с нами поделились Анжела Литао и Айшат Нажмудинова. Летний фестиваль приключений собрал семь команд участников из ноябрьской и одну губкинскую «Влюбленные в небо». При этом наша сборная была самая малочисленная из пяти человек, тогда как другие из десяти. Всем было не просто, а губкинцам вдвойне. Им приходилось некоторые испытания проходить по два раза. В первый день была одна трасса, во второй день другая. Ну, это, наверное, самое яркое, что запомнилось, потому что там была Инна Божьего, которая просто ас в этом деле. И вот эти трассы интересные на командную работу и самостоятельно там проходишь. Возраст участников от 18 до 35 лет. И основная цель фестиваля не развлечение, а все-таки пропаганда здорового образа жизни и привлечение молодежи к активному досугу. На мероприятии присутствовали специалисты из Москвы, Тюмени и Губкинского. Айшат Нажмудинова является руководителем регионального отделения Федерации современного мячевого боя и представителем этого вида спорта в ЕНАУ. У меня есть экипировка для тренировок, для спаррингов, все это имеется. Потом я стала тренером, ездила на обучение, я тренируюсь в Москве и стала судьей. Ездила на стажировки судейские в Екатеринбург. То есть в течение полугода я была сильно этим занята. Также ездила, участвовала в Екатеринбурге в первенстве по современному мячевому бою, заняла второе место. Айшат на соревнованиях также выступила в роли судьи мячевого боя. Этот вид спорта действительно новый в Российской Федерации. И основателем, конечно, являются россияне этого вида спорта, что немаловажно для нашей страны. Я сначала их ознакомила, они все попробовали, посмотрели, все потрогали эти мячи, им же интересно все-таки. Посмотрели, что это действительно безопасный вид спорта. Затем прошло время, и у них был этап победить меня. Больше всего Айшат запомнились не дуэли, а упражнения на сплочение команды. Там от пяти даже до десяти, по-моему, человек, и они вот все должны были хором на меня напасть. Тоже проходила шансы давать. То есть, ребята, где-то кто-то жалел, что девушка, а кто-то старался, но не получалось. Фестиваль был на свежем воздухе возле озера Ермолаевское. Два дня молодежь была вдали от цивилизации. Жили в палатках и питались тем, что сами приготовят. При этом такой быт никак не влиял на волю к победе. Все конкурсы и игры проходили на ура. Из озера черпать воду ведра передавали мы друг другу, чтобы выбить в бочки шар. То есть, тоже надо было быстро сообразить, чтобы не расплескать воду. Потом были импровизированные гонки на оленьих упряжках. То есть, мы должны были сами сделать карету, разрисовать ее там, как нам хочется. И у нас там был, получается, один каюр, который сидел в этой карете импровизированной, и три оленя. Это мероприятие организаторы приурочили к 70-летию победы в Великой Отечественной войне, а также к 85-летию округа и 40-летию города Ноябрьска. Губкинская команда получила четвертое место и диплом в номинации за волю к победе. Мы приехали, локти все содраны, в елках, одежда не подлежит вообще, никак ее отстирать невозможно, потому что там все, это грязь, вода, озеро там просто. Но эмоции столько, что зашкаливали, очень долго не могли отойти. И мы решили обязательно на следующий год еще раз поедем, в третьем фестивале поучаствуем. Мы уже не раз показывали, какие летние мероприятия проходят в Олимпе. Два оставшихся летних месяца каникул тут также будут наполнены детским смехом и хорошим настроением. Планируется 14 детских игровых программ. Это все различные тематические. Совсем скоро у нас будет шоколадный рай, так называемая игровая программа, где дети смогут поучаствовать в играх, в конкурсах, а также получить приятные подарки. Все должны быть спортивными или это более шуточные? Это более, конечно, более расслабленная игра, потому что ребята должны просто отдыхать. Поскольку не получилось, может быть, уехать куда-то в другой город, пусть они отдыхают у нас здесь. Мы для этого стараемся, мы прилагаем все усилия. Также в Олимпе можно увидеть подростков, которые приходят не участвовать в конкурсах, а работать. Ребята занимаются различными видами работы. Это и подсобные работы, и уборка прилегающей территории, уборка помещений. Также ребята заняты в качестве аниматоров наших мероприятий, которые мы проводим для детей. Ну и девочки у нас работают курьерами и помогают в архивной службе. В централизованной клубной системе на сегодняшний день работают 8 парней и девушек от 14 до 17 лет. Все они пришли с направлением от центра занятости. При приеме на работу рассказываем им о трудовой дисциплине. Проводится беседа с нашим кадровиком, который рассказывает, во сколько нужно приходить на работу, когда уходить, как себя вести при различных видах работ. Также проводятся инструктажи с нашими инженерами по технике безопасности. Так что ребята знают, как себя вести. Договор с ребятами заключается на месяц. На сегодняшний день уже можно подвести предварительные итоги их работы. Мы как работодатели очень довольны нашими ребятами, потому что они и пунктуальны, и работоспособны. В общем, нареканий у нас к ним нет никаких. Также рабочие места для подростков есть и в факеле. Молодежь занимается многими видами работ, в том числе и организацией досуга детей младшего и среднего возраста. Открываются двери и в молодежный центр «Факел» заходят дети, которые хотят активно провести этот день. Среди них есть и такие ребята, которые тут не первый раз. Но даже они не знают, чего ожидать от сегодняшнего мероприятия. Покричим, пошумим! Мало, еще шумим, еще! Просто у нас будут развлекательные программы, будет проводиться час, будем играть в конкурсы, будет 20 минут у нас дискотека. Виктория – ведущая детской эстафеты. Она переживает, ведь сегодня она первый раз в такой роли и боится не справиться. Готовились мы два дня, но думаю, пройдет все хорошо. Мы писали сценарий, ну и репетировали, естественно. Две команды соревнуются между собой, кто же из ребят окажется более удачным и быстрее преодолеет дистанцию. Все конкурсы были веселыми и не требовали от ребят серьезной физической подготовки. Да и победа для команд была не сама цель. Главное – участие и заряд бодрости. Ну и в идеале, конечно, податки. Призы, конечно, небольшие. Самый главный приз – это веселое настроение, хорошее настроение, замечательные друзья новые, которых мы можем найти. Забавные эстафеты, конкурсы, шутки, смех – вот что ждет посетителей факела. Июнь у нас прошел здорово. В июне наши специалисты работали и в летнем пришкольном лагере, и мы работали на собственной площадке, на площади возле молодежного центра. И все лето мы будем работать возле молодежного центра «Факел». Мы работаем каждую пятницу с двух часов дня, приглашаем всех ребят повеселиться, поиграть. Мы работаем при любой погоде, потому что если будет холодно, мы можем зайти и поиграть у нас в родном нашем факеле. Если вы еще не знаете, как провести свои каникулы, обязательно приходите в молодежный центр «Факел». Здесь вам будет весело. Вот такие новости были на прошлой неделе. Я с вами прощаюсь, но совсем ненадолго. Через 7 дней мы увидимся вновь и обсудим самые яркие моменты губкинского лета. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...